приветствую вас друзья мои с вами опять садридин сегодня я хочу написать небольшую картину на холсте на панели этот холст на панели размером 11 на 14 инч предназначенный для масляной живописи для акриловой живописи но я его подготовил для акварельной живописи как я в своем предыдущем видео показывал я покрыл его специальной специальным грунтом от компании дэниела смит этот грунт белый перламутровый грунт предыдущий раз я покрывал холст один раз и результат меня не очень удовлетворил потому что в процессе написания картины там значит при граниентной заливки и при других краска плохо двигалась небольшие лужицы долго не рассасывались не впитывались поэтому я этот раз сделал двойное покрытие двухслойное покрытие один раз покрыл через двадцать четыре часа покрыл второй раз посмотрим какой даст результат какое будет различие между моим первым экспериментом и вторым экспериментом если это тоже не удовлетворит то я уже настроен сделать трехслойное покрытие грунтовку в три раза но пока сейчас у меня грунтовка в два раза посмотрим результат перед началом работы я немного его отшлифую гладко тут нет особой шероховатости но все равно рекомендуется немножко пройти шкуркой такой мелкой шкуркой я вот сейчас пройдусь чтобы было еще вот я шлифовал после того как я наметил горизонт только потом вспомнил так что имейте ввиду всегда не забывайте об этом вот сразу такое различие гладкая становится действительно как бумага нет шероховатости особых таких колючих теперь можно продолжать я сейчас буду намечать композицию хочу нарисовать у меня есть фотография когда я шел на посадку я сделал снимок из самолета видно шарлат с неба вот это я хочу сегодня изобразить вот на таком небольшом холсте если хорошо получится у меня есть задумка сделать большую такую панорамную картину итак друзья вот я сделал рисунок здесь у меня преобладает графика в основном графический рисунок из четвертого размера принстон непчун буду использовать кисть бениси 6 размера плоскую кисть потому что здесь надо будет наносить на значит здание прямые линии круглую кисть от бениси и ригер 2 размера мимик креатив марк для тонких линий возможно это пригодится краски у меня в палитре от компании дэниел смит и м грэма те окраски которые значит более чуть-чуть в большем количестве это все краски от м грэма и окрасе которые в маленьких количествах это от дэниел смит я не стану перечислять а буду использовать то что посчитаю необходимым во время работы я наверно буду комментировать какую краску я применяю при приготовлении за мясо так что вам будет все понятно при живописи буду основное внимание уделять небо чтобы его живописно изобразить небо будет с небольшой теплинкой поэтому я буду использовать преимущественно ультрамарин виолетт от компании дэниел смит вот ультрамарин виолетт такой он у меня сделаем побольше замесу добавлю манжен здесь у меня есть напоминал вот краска манжен от компании тоже дэниел смит светлая голубая краска вот я их вместе смешаю вот Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я предварительно кое-где покрывал маскирующей жидкостью Сейчас я сниму маскирующую жидкость Теперь буду приступать к детализации маленькими кистями Буду работать этой плоской кистью 9 размера Возможно буду использовать эту кисть из верблюжьей шерсти Или этот риггер использовать буду Белка есть у меня первого размера Единичка И синтетика 3.0 Тоненькая синтетика Ну посмотрим Что-то из них буду применять Для нанесения там маленьких Уточнений для детализации Но я слишком не буду кропотливо возиться с этим Сделаю основным селетом ворот Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok